Последние 2-3 года жил мыслью о том, что хотел бы попасть со сборной России на чемпионат мира в Катаре И я считаю, что я свою функцию выполнил Тебя представлял там тинейджерам, которые так же как МПП Белее играли на чемпионате мира Привет, друзья мои! Это Егоров, канал Идемспорт Вчера на матче сборной России в Таджикистане произошло важнейшее для российского футбола событие За национальную команду дебютировал Серега Пеняев И он стал самым молодым игроком в истории сборной России на 5 дней Превзойдя рекордное достижение Игоря Кенфеева, державшееся в 18 лет Я вам с удовольствием покажу интервью с Серегой Пеняевым после матча И расскажу пару историй, связанных с ним Но сначала исключительно о нем Он прославился еще в 14 лет, когда забивал массу мячей за футбольный клуб Чертанова Уже тогда ему выдавались огромные авансы И он ездил на стажировку в Манчестер Юнайт вместе с директором академии Николаем Лариным И забил сразу 5 мячей в первом же матче за МЮ С тех пор за Пеняевым следят Также прежде чем показать разговор с Пеняевым Хочу сказать, что по поводу Сереги было много скепсиса Мол, слишком рано прославился Мол, медные трубы не дадут ему нормально развиваться Мол, его затащат соблазны или звездная болезнь Но результат налицо Пеняев поет гимн в составе сборной 18 лет и 15 дней Игру Пеняева вообще определяет свобода Он открывается и создает моменты Он отдает умные передачи Он постоянно нагнетает, обыгрывает и не боится нестандартных действий Дебютантом в этой сборной он точно не выглядел И был чуть ли не самым острым футболистом команды Не оценивал никогда игроков публично В хорошую или плохую сторону Для дебюта 18 лет мальчика выглядел достойно очень Ну и еще одно о воспитании В следующие несколько минут вы убедитесь, что Серега очень культурный Что он очень скромный, что он очень хорошо говорит Так вот, мне кажется, большую службу сослужили здесь родители Которые воспитывали его достаточно жестко Как пример, Серега сам рассказывал мне Что в детстве, когда его партнеры по команде После матча спокойно садились на трибуну и ели чипсы В случае с Пеняевым все было иначе Папа говорил ему Вот видишь одна чипсина Пробеги круг, тогда ты ее получишь То есть в тот момент, когда остальные отдыхали Пеняев работал Он знает, что такое труд И теперь видит, к чему этот труд приводит Ну а теперь разговор с Серегой Какие эмоции, Серега, от первого матча за бой в России? Ты поставил рекорд Самый молодой в истории России В России В России Ну эмоции, конечно, положительные Жалко, не удалось победить Хотели порадовать в такое тяжелое время наших фанатов Которые в том числе приехали на стадион Мы очень им благодарны Команда Таджикистана показала очень запредельное желание И, конечно, стадион сыграл свою роль Они гнали их вперед И, ну, на самом деле атмосфера была очень приятная Горо, гоня, гоня, гоня Горо, гоня, гоня Горо, гоня, гоня Горо, гоня, гоня Горо, гоня, гоня Рад, что получилось дебютировать Конечно, я не обращал внимания и не думал о рекорде Но раз уж это случилось Ну, хорошо, спасибо А есть о чем в голове, что, типа, сбылась очередная мечта Вот я сыграл за сборную Или пока еще не осознал Я скажу честно Наверное, последние 2-3 года Жил мысль о том, что хотел бы попасть со сборной России На чемпионат мира в Катаре И я считаю, что я свою функцию выполнил К этому времени я попал Ну, и было Хотелось бы сыграть Себя представляло там тинейджерам Которые так же, как Мбаппе, там, Белее Играли на чемпионате мира Рад, что я выполнил свою установку Я оказался в сборной И очень приятно Такая атмосфера, такие эмоции И что, по сути, отобрали? Ну, буду смотреть, как все в отпуске Уже на пляжу, наверное Смотреть, наслаждаться Смотреть, как лучшие футболисты мира Показывают мировой уровень Ну, и обтекать с люднями Что хотел бы тоже быть на их месте А за кого-то персональный бутболит? Хотелось бы, чтобы Лео уже, наконец-то, достиг своей цели Все, тот клуб, который тебе тоже не безразличен Манчестер Такие дела происходят Криштиан дает интервью Как читаешь, как смотришь Как и все смеются У тебя контакты сейчас остаются какие-то с Юнайт Или все прекратилось примерно с тех пор? Ну, я же не свой У меня есть агент, который занимается Общаются, наверное У меня есть какие-то личные контакты С людьми, за которыми я хорошо заобщался В тот период, когда ездил туда Там, в Кристо, Калибардо Скаута, Манчестера Мы так поздравляем друг друга с праздником Спрашиваем, как семья, близкие Ну, ничего более Поздравляют, когда там забиваю голы какие-то А так, чтобы плотное общение Но у меня нет лично Что дальше? Потому что как будто сейчас Молодому футболисту как будто нечего хотеть Ну, потому что Лиги чемпионов нет Сборной нет В России чемпион всегда Зенит И что в голове есть вообще? Ну, до этого была такая мечта Ты можешь мечту не раскрывать Ну, что дальше? Ставить лучшим Бордин в чемпионате России? Либо скорее уехать туда, где ты сможешь играть С лучшими футболистами мира? Моя цель не изменилась Я хочу себя показать на европейской арене В лучших клубах Уже вашим коллегам отвечал на эти вопросы Что хочется себя показать Уже на уровне Лиги чемпионов И выходить под этот гимн Не как смотреть там скульптором на диване Уже быть в центре событий И быть непосредственно участником Кому ты после дебюта за сборную хочешь сказать Отдельно спасибо или еще что-то? Родителям там, я не знаю Но все равно это большой день Серега Ну, естественно, Юрий Челарин Надеюсь, он удастся ему это увидеть Не знаю, может сейчас Может, когда он покинет То местоположение, где он находится Хочется Наверное, он больше остальных сделал для меня В футбольной карьере Оберегал В том числе и от СМИ И от других людей Направлял его в нужное направление И я думаю, во многом из-за него я тут оказался Хочется его поддержать в нынешней ситуации В которой он оказался И не только я там дебютировал Саша Савдатимов на прошлом сборе И Максим Глушенков Александр Коваленко И Роман Ежов Ваня Ломаев был в расположении сборной И много футболистов молодежи сборной И это, я думаю, все Показывает плоды работы Николая Юрьевича И его деятелей В крыльях остаешься до конца этого чемпионата Или зимой можно ждать, что что-то изменит Я не знаю, чего можно ждать Зачем мне сейчас что-то говорить Я в полиске лез советов У меня еще два матча У меня, во-первых, еще матч со сборной России Я сейчас думаю о ближайших трех матчах У меня задача приносить как можно больше пользы в этих матчах А потом уже будет, что будет Тебе 17, ты в сборной России С лучшими футболистами Ну, плюс-минус России Ты чувствуешь, что ты Ну, и по премьер-лиге ты можешь это уже чувствовать Потому что ты сейчас начал забивать уже так плюс-минус И больше результативных действий делать Ты чувствуешь, что в принципе Ну все, ты в 17 лет Это уже твой уровень вполне Что сборная реально твой уровень Что ты не авансом, а это твой уровень Сейчас конкретно, Дима Я думаю, тебе дать в любой команде премьер-лиги Потренироваться полгода Ты тоже будешь выходить и забивать Достигнешь этого уровня Любой футболист Из низших лик Кто попадает на этот уровень Рано или поздно его достигает Поэтому было очевидно, что я там Спустя там полтора года тоже Буду там Не теряться на этом уровне Вот и все Извините от товарищей Давай, 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 Серега Всего хорошего, до свидания Давай, не мерзни Золотой ребенок растет, да? Красавчик, просто красавчик Башка просто, башка просто на месте Я в 17 лет пиратом хотел стать Ого, башка просто на месте Я это не буду Продолжение следует...